19-й городской туристический слёт прошёл по традиции на территории Орехово-Зуевского района, около деревни Житенина. В этом году семь команд от предприятий и учреждений и организаций Электрогорска приняли в нём участие. На торжественном открытии туристов приветствовал глава города Игорь Красавин. Игорь Петрович пожелал участникам отдохнуть душой и получить положительные эмоции. Самым главным испытанием он считает собраться на турслёт. Самое главное, что практически все команды в сборе, все готовились и спустя год все отнеслись к этому с полной подготовкой, с серьёзными намерениями. Но самое главное, на самом деле не тот, кто выиграет, а это вот добрая традиция. И первый конкурс для участников турслёта – приветствие команд «Визитная карточка», с которым все справились успешно. У Иленкома двор зелёный, и каждый наш микрорайон, и днём и ночью дворник скромный. Обходит всё везде кругом. Пойдёт направо – глазки красят. Налево – горки мастерит. Там чудеса. Директор бродит. И главное – инженер кричит. Куда ты метёшь? Куда ты метёшь? Ты что, не видишь, а? И была команда, она слёд перед Кракостом, а на пинку видим на селях. Где команды, где взялочка, с башкой ими, эта шестеркова кинула. Мы сейчас расскажем, кто они такие, где махтела предстоит иметь. Программа «Тур слёта» насыщена, традиционно и особо не меняется, лишь усложняется. Для команд были подготовлены соревнования по волейболу, футболу, шашкам, шахматам, конкурсы капитанов, поваров, туристической самодеятельности и песни, а также перетягивание каната, ориентирование на местности, водные дистанции, весёлая эстафета, домашние задания. Судейство, как и предыдущие года, осуществлял туристический клуб «Пилигрим». Уровень подготовки оценил главный судья «Тур слёта» Фёдор Устинов. Ну вот если смотреть по проведению, ну для меня вот основной вид показателя – это полоса препятствий, и там явно видно уровень команд, насколько растёт. То есть время прохождения, если первый раз, когда команда участвует, у неё время прохождения доходит, бывает, до двух часов прохождения полосы. То есть пять человек, час пятьдесят восемь было время прохождения. То на следующий год это уже меньше часа, а последний, вот прошлый год, при условии, что было очень дождливо, холодно, то есть условия погодные были очень сложные, тем не менее команда пробежала практически за полчаса, чуть больше. Вот уровень, насколько повышается с каждым годом участия. И это касается всех видов, не только туристских, не только спортивных, та же самодеятельность, та же визитная карточка. Итак, перейдём к итогам. Предыдущие два года в соревнованиях побеждала команда от администрации БЭМС. Кто же станет победителем в этом году? Не хочу загадывать, во-первых, чтобы не обидеть команду БЭМС, но как показатель скажу, что в том году разница с командой Чебуратор была в один балл. Не могу сказать, конечно, я думаю, это всё рассудит справедливая и честная битва, которая будет разворачиваться на просторах этого поля на протяжении двух дней. Я думаю, победит сильнейший. В 19-м городском туристическом слёте победу одержала команда управляющей компанией Ленком «Лукоморья». Второе заняла команда комитета по образованию «Отважные львы» и третье место у команды молодёжного центра «Чебуратор». Продолжение следует...